Всем привет! С вами Головой облёт. И если вы думаете, что это программа о хоккей, вы ошибаетесь, потому что это программа о жизни. За окном минус 500, но душу греет казахстанский хоккей. Орлан уже можно смело поздравить с победой в регулярном сезоне. Горняк напротив лажает страшно. Ребята передвигаются по льду пешком, и мы просто возмущены. Рустем Айдаш купил себе новую тайчилу. Кстати, мы были очень удивлены, почему он не играл против Астаны. Мы уже подумали, что вдруг его вызвали на игру всех звезд в КХЛ, но оказывается нет. Всё это время он был в Павлодаре, и мы даже увидели с ним. Головой облёт писал не я, а в твоих. Всё, Рустем уезжает домой, вон его, ребят. Вон моя ласточка стоит. Ласточка Рустема. Всё, ладно, давайте. Давай, пока. Пока. Вот видите, какой Рустем классный пацан. Он поддерживает отечественное авто. Возвращаясь в положение в турнирной таблице, откуда мы знаем, может быть, ребята из хоккейного клуба Горняк настолько крутые, что им плевать на удачную жеребьёвку, и уже в первом раунде они готовы выбить самку Кшитауский Орлан. А теперь немного о главном. Мы запускаем новый конкурс. Присылайте свои фото, специально созданную тему в нашу группу ВКонтакте, вегаком.шоу.go. Фотография должна быть в необычных местах, и вы обязательно должны держать вот такой листок. Хэштег, я смотрю головой облёт. Те, кто пришлёт нам самые необычные, самые креативные, самые вообще забойные снимки, мы обязательно наградим. Берите, кстати, пример вот с этого парня. Пока я уже десятый раз пишу эту подводку, он едва тут не задохнулся в шкафу. Так что мы ждём ваших снимков. А сейчас давайте поговорим о самой прокачанной мышцами команде Казахстана в клубе Кулагер. Как бы ни называлась команда Кулагер, Арестан, Газмяс или хоть Серик Юнайтед, но если на тренерском мостике будет человек с именем и фамилией Вячеслав Билан, то стиль и почерк этого клуба мы узнаем сразу. Уж простите, наставники других команд, но нет такого больше нигде. Вот Билановскую команду видно сразу. Здоровые, мощные мужики. В каждой пятёрке есть настоящие головорезы и вышибалы. Есть технари и виртуозы вроде Александра Егорова. Ох, ну и шайбу он забил, это аж просто красота. Есть и мутные парни вроде Владислава Никулина. В общем, с ними не соскучишься. О лидерах в Кулагера чуть позже. А пока о тех, кто делает погоду в составе чемпионов. Бурделёв и Рахманов, понятно, они всегда в эпицентре. И сейчас именно их пятёрка самая опасная, забивная и вообще безальтернативная. Хоккейный бог не обделил пацанов талантом. Но есть и те, кто каждый матч выпрыгивает из штанов, рвут на себе волосы, чтобы принести пользу. Это Вадим Ермолаев. Он сам себе создаёт моменты и сам же забивает. Вадим, как и электропоезд, раскаляет лёд. Не было такого ни разу, чтобы он отбывал на льду номер или не думал об игре. Ну а настоящий человек-монстр Петер Пабуш. Заглянуть бы к нему в паспорт, такое чувство, что ему 19. Мы с вами в кроссовках никогда в жизни не пробежим 100 метровку, как он в коньках. У него нет лишнего веса, у него нет проблем с мотивацией. Не знаю, откуда он берёт такую мощь, может использует криокамеры, ест 20 килограмм тунца на завтрак, моет голову шампунем тонская сила. Короче, он просто реально крутой игрок. Без него вообще было бы туго и ртышу. Он делает результат. Мало того, что делает результат, вы вообще видели, как его сносят игроки соперника в каждом матче. Он под прицелом у всех защитников лиги. Я не знаю, почему его так недолюбливают. Может, потому что он много забивает. Но мы видели, как его просто вбивают в борт. И так каждый раз. Ну да, команды этого тренингского штаба всегда такие, всегда бьют в тело очень груб. Ну, грубовато играют всё равно. Ну да, команда хорошо организованная. Я первый раз в сезоне с ними против них играл. Не, ну всё же пропустили только один гол. Конечно, такой не слишком сложный получился. Но бывают от всех ошибки. Ну, не скажу, что он слабая оборона или плохой вратарь у нас нормальная команда. Ну да, ошибки были. Но я как понял, это не главный судья. Его сделали только сегодня главным. И, наверное, опыта ещё нет. Первый матч не очень пришёл. Это судья был человек с трибуны какой-то? Нет, я его знаю, он раньше линейный был. Вот сегодня. Может, что-то случилось, главное, его потеряли. Было примерно 500 тысяч миллионов вопросов. Кто ты, что ты вообще, с чего мы вдруг должны тебе разрешить нарисовать на нашей подстанции? Мы её только побелили, и там как бы и так всякой ерунды было много нарисовано. Но я заверил, что это сугубо поддержку нашего родного клуба, украсить город, ну и, естественно, поддержать команду. Вот именно на таких людях, как автор этого граффити, и держится фанатское движение в Павлодаре. Они просто кайфуют, глядя на хоккей. Причём им больше ничего не надо. Но таких людей, поверьте, единицы. Нужно заинтересовывать народ двигать в массы, что называется, акции, автограф-сессии или хоть что-то, чтобы объединить команду и болельщиков. Потому что это работа на перспективу. А второй матч между Иртышом и Кулагером, какая была красота. Кулагер разбудил Иртыш, разбудил трибуны. Вечером кто-то пришёл домой, включил авангард Борыс и едва не уснул, потому что там было реально скучно. Борыс укатали в асфальт в первом же периоде. А здесь, в лиге, уровнем пониже была битва до последних секунд. Здесь был трэш. Даже самый спокойный Евгений Машкарёв, человек-синоним Валидола, взял и устроил бойню за партнёров по команде. Это завело и даже помогло чемпионам отыграться со счёта 0-2. Ну а в составе Кулагера, конечно же, хочется выделить Владислава Никулина. Пацану всего 21 год. Возможно, в лиге это сейчас самый талантливый игрок в этом возрасте. Он видит площадку, чувствует гол. Со скоростью нет проблем. Видно это потому, как он на равных борется за позицию соперником, не уступающим ему в габаритах. Короче, запомните его уже сейчас. Ну а героем встречи всё же стал Артём Бурделёв. На его счету две победные шайбы. Тренер рад. Сегодня хотелось три очка. Провалили первый период. Был как бы очень недоволен, много кричал, ругался. Ну, это плоды свои принесло. Тем не менее, я всех поздравил, всех похвалил. Завтра день отдыха. Как бы заслуженно, я считаю. Такие игры, они тоже хорошие, но на них много сил уходит. Третья шайба. Расскажи, как она случилась? Просто невероятно. 25 секунд было до конца. Ну, там был хороший бросок от Петра. Вратарь, получается, упал на неё, что ли. Не знаю, как дальше там, что произошло. Просто увидел, что она выкатилась из-под него. И как бы из последних сил уже добил её, там, пересекла. Это я точно видел. Защитник пытался коньком выпнуть, но засчитали. Артём, что случилось с Вертушом? Вы будто проснулись. Вот Кулагир вас разбудил. Мы никогда не видели такой злой команды. У нас потери вот эти случаются из игры в игру. Вадик Ермолаев вчера травмировался, поэтому пришлось сегодня почти всю игру в три состава играть. Три тройки, три пары. И как бы что ли, решили мы сэкономить силы в первом периоде. Ну, зря получилось. Пропустили два вот этих ненужных гола. В свою очередь, Кулагир, наоборот, начал активно. После вчерашнего поражения, мотивированы были, начали активно. Немного нас поддушили, немного перебили, можно так сказать. Как бы пытались игру надломить. В первом периоде у них это получилось. Тем не менее, на второй мы вышли. Мы сдержали эту силовую борьбу, как бы добавили немного в агрессии, скорость и все получилось. Концентрации на последний, скажем так, период. Что-то вот пропускаем две игры. Но я думаю, сейчас приедем домой, будем над этим работать. Может, где-то физики не хватило. У нас коллектив, ну вот, скажем так, я уже был и в других командах. У нас лучший коллектив, который может быть. У нас каждый состав, ну, по-своему играет кто-то более техничный, кто-то более там силовой. У нас тренера все это видят, у каждого свои задачи. И мы стараемся их выполнять. Мы уже просили Федерацию Хоккей Казахстана, пусть и не всерьез, но задуматься о том, чтобы одна забитая шайба хоккеистами Астаны считалась минимум за две. Ну, сами посудите. Во-первых, клуб воспитывает казахстанских хоккеистов. Во-вторых, многие из этих парней уже без всяких шуток реально учатся в школе. А в-третьих, для этой команды, уж поверьте, каждая забитая шайба – мини-подвиг. Надо сказать, что столичная команда, хоть и аутсайдер, и плей-офф проходит мимо, ведет активную политику на трансферном рынке. Но рынок этот очень мал. Владимир Матюхин берет в клуб парней на вырост. Гумар, Назаров, Макуцкий ранее играли в команде Иртыш Юхэл. Учили себе спокойно в школе. И, можно сказать, из-за парты их выдернули в самое пекло мужского хоккея. Их детская мечта попасть в большую игру стала реальностью. И с первых же минут парни поняли, тут их ждет веселый движ. Чемпионы не жалели самую молодую команду лиги, а забитые шайбы давались им уж слишком легко. То рикошет, то еще какая-нибудь беда. Я в жизни сам не проигравший человек, я победитель. Я с каждым днем прихожу на работу. Мне многие говорят, мои знакомые, успокойся уже, что ты успокойся, не надо. Я не могу так работать. Я на каждый день прихожу настроенный, пытаюсь чего-то добиться и стараюсь, чтобы они меня понимали и старались как бы тянуться. Я и с ними катаюсь иногда в форме где-то что-то показать. И желания у меня еще в два раза больше, чем у них бывает. Ну, и вот я пытаюсь хотя бы такими какими-то способами появить это желание на тренировке. Мышечная память, вы уже все знаете, она переходит на игру. Я просто сам от себя требую. Я в жизни не люблю проигрывать. Я стараюсь побеждать в любой ситуации. Владимир Матюхин не лукавит за своих парней, он горой. Бывает, учит их основам хоккея прямо во время игры. И за ребят ему точно не стыдно. Но Иртыш явно не усердствовал. Передвигаясь по льду пешком, можно было бы даже отправить двух игроков из каждой пятерки пораньше домой или пить кофе. В воротах весь матч провел Олег Санаров и выглядел очень достойно. А Давыд Макуцкий оформил голевую передачу. Первую в своей карьере. Ну, во-первых, другой уровень. Уже взрослый хоккей идет. Ну, стоит привыкать уже к этому. Конечно, ну, будем добавлять. Есть еще вот на игры до плей-офф? Ну, хотелось бы еще поиграть, попробовать. Первая голевая передача в чемпионате Казахстана у тебя уже есть. Тебя уже, я слышал, в клубе звездой называют? Что можешь сказать? Да, это, мне кажется, преувеличивает, потому что, ну, какая звезда? Ну, завтра на уроке, я так понимаю, да, в школу? Конечно. Надо учиться, получать хорошие оценки, а то там у нас и пою Хейлвизд, и, может быть, еще будут брать завет в команду. Ну и, конечно же, совет всем модникам от официального лица столичного Чоп-Чоп салона Игоря Черникова. Меняем треники на элегантный костюм и следим за бородами. На стане Чоп-Чоп открылся, пожалуйста. Всегда можно приехать, сделать любую прическу, бороду подстричь, как хочешь. На одном из снимков мы вас видели, вы болели в Риге, по-моему, да? Расскажите, как так получилось? Это что, фотомонтаж какой-то? Нет, почему? С командой проходили там сборы, турнир играли. Ну и пригласили нас организаторы, тренерский состав на матч. Динамо, Рига, Торпеда, Нижний Новгород. В прошлом выпуске мы обещали вам поговорить о молодежи, о наших перспективах. Чемпионат Казахстана среди клубов ЮХЛ. Ребята 99-го года рождения. И пока вы в уме считаете, сколько же им лет, просто задайте себе вопрос, а знаете ли вы фамилию хоть одного игрока из любой команды? Нет. А все потому, что этот турнир невероятно слабо освещается. Совсем просто по боку, как там развиваются события и как команды играют. Но мы сейчас постараемся восполнить этот информационный вакуум. Чемпионат среди клубов ЮХЛ. Это шесть команд. И из топов отсутствует только горняк. Стартовый день и сразу же центральная битва. Противостояние Бориса и юности. Карагандинцы не то, что в Казахстане, даже в своем дивизионе чемпионата России в лидерах. Но именно это и сыграло с ними злую шутку. Более свежая, мощная и голодная до побед столичная молодежь буквально задавила черно-желтых. Юность вообще лихорадила по ходу турнира. Проиграли Иртышу 1-2. Мы ждали большего от будущего фарма Сыра Арки. Хоть что-то вразумительное. Ждали, ждали, но ничего не увидели. Как будто нас обманули и привезли не лидера дивизиона Сибирь-Дальний Восток, а подделку. Здесь же 6-3. Уверенная победа Бориса. А одним из героев матча можно смело назвать Батырлана Муратова. Иртыш в этот же игровой день разгромил молодежь, как считалского Орлана, 11-0. Эмоции положительные. Давно ждал этого момента, чтобы выйти на этот лед, сыграть на этот лед. Скучился, конечно, по городу, по стадиону. Тут приятная остановка. Мне кажется, игроку надо расти все больше и больше. Стараться пробиваться в более сильную команду, где конкуренции много. Чтобы был азар, чтобы ты доказывал с каждым матчем свою состоятельность. Только через работу и трудолюбие все будет. Ну, всем болельщикам, Эртыша привет большой. Надеюсь, вы меня помните. Побед вам, успехов с вашей командой и всего самого наилучшего. Плюсы. То, что конкуренции много. Много опытных защитников. В Эртыше их мало. С кем конкурировать. Минус. Минус, наверное, то, что в Эртеше дается больше практики игровой. А в Барысе, как бы, все равные. Такого нет. Играем, да, мы подключаемся. Там, за намазы, снежные барсы. Как мы уже сказали, Кокшитауский Орлан, мягко говоря, еще сырой. И на их тотальные разгромы не стоит особо обращать внимание. Да, в главной лиге их клуб первый. И походу, если забегать вперед, выиграет даже и чемпионат. Ну, а молодежь проигрывает. Причем с какими-то страшными результатами. 0,11 от Эртыша и 1,21 от Барыса. Представить себе такие цифры даже страшно во сне. Кстати, в отличие от других клубов ЮХЛ, Орлан не выступает в чемпионате России. Может, от того такая и колоссальная разница в классе. А руководит этой бандой хорошо знакомый нам по работе с клубом Горняк Андрей Залепятских. Ну, я с ними работаю как бы второй год только начал. Когда я их только взял, слишком были очень большие проблемы, пробелы. То есть была упущена начальная хоккейная школа в детстве, где закладываются в ударе катания, владение кружкой. Вот это все, что надо уметь в детстве играть. И получается, когда я их взял, приходится работать и над катанием, и еще и над техникой, тактикой даже. И два в одном, как бы мы маленько, естественно, даже не маленько, а сегодня было видно, очень сильно стояло. Не знаю, никаких эмоций вообще не было. Хотя просто не в сухую все, когда такой большой счет. Обидно очень. Торпеда мы тоже хотели поскорее увидеть. С таким ожиданием, что сейчас выйдут эти парни на лед из столицы хоккея Казахстана. И мы все тут в провинции офигеем, насколько они крутые. Но как-то не впечатлило. Торпеда вообще не впечатлил. Есть команды и поинтереснее, позадиристее. Вот в Барысе сейчас собраны все лучшие хоккеисты. Здесь как на подбор. Мощные, статные, реактивные, креативные. Но есть один минус. Все они оболтусы. Простите, пацаны, если вы это слышите. Хоккейный бог наделил вас талантом. А вы занимаетесь ерундой. Может быть ветер в голове в этом возрасте в порядке вещей. Но барысовцы чередуют супер матчи с откровенно отстойными. Могут показать судье средний палец. И вообще соответствуют своему звездному статусу. И да. Еще эта команда никак, никак не может обыграть Павлодарский Иртыш. Где пацаны поскромнее в 10 тысяч раз и в плане понтов, и в плане физических габаритов. Маленькая шустрая маневренная команда. Я с удовольствием признаюсь, что хожу почти на каждый их матч. Потому что мне очень нравится, во что они играют. Вот эти мелкие комбинации, практически баскетбольные заслоны. Видна работа тренера. 2-0. Барыс уже по традиции остался не у дел. Игроки Барысы нас спровоцировали. Наш тренер сказал, чтобы не реагировать на это, играть в хоккей. Вратарь наш протащил. Вроде задачу выполнили на сегодняшний. У нас уже за месяц, это девятая игра уже. Где-то было морально, в принципе, тяжело уже. Как бы не физически. И все-таки настраивали ребят на борьбу. Тем более Барыс хорошая команда, играющая. Как бы с ними всегда тяжело. Ну, парни молодцы. Выполнили задачу на игру, установку. То, что от них требовали. Маленько где-то дотерпели. Ну, и забили своих два гола. Всем привет. Это «Головой облет». Рубрика «Вопрос-ответ». И сегодня у нас в гостях игрок Барысо Намада. Хоккейного клуба «Иртыш». Сборная мира. Чикаго Блэйк Хокс. Я не знаю, в будущем. Но очень потенциально крутой игрок. Почему я сказал потенциально? Уже в действительности крутой игрок Михаил Рахманов. И сейчас он, конечно, сказал, что он немножко неразговорчивый. Но мы попытаемся максимально вытянуть из него интересные информации. И, как всегда, вы задавали вопросы в интернете, в нашем официальном паблике «Головой облет». И именно эти вопросы мы и будем сейчас задавать. Михаил, вопрос от фан-клуба «Иртыш». Правда ли, что в серии «Плей-офф» ты возвращаешься в клуб «Номад»? Нет, это неправда. Ну, или в данном случае я об этом не знаю. Но это кто-то придумал, запустил слух и такой ходит. Михаил, добрый день. Как вам в «Иртыше» и как игроки? Быстро ли вы сыгрались с новыми партнерами? Ну, игроки хорошие. Правда, у нас много ходят, уходят, увольняют, подписывают новых. Но все равно костяк остается. Но сыгранность, ну, меня почти сразу поставили с Бурделевым и Евдокимовым. Ну, вот сейчас Ярика забрали. Но так, нормально мы. Ну, и несколько игр сыграл с Фабушем и с Севастьяном. Тоже неплохо. Болельщик хоккейного клуба «Орлан». «Орлан Карашев» интересуется. Миша, что можете сказать о клубе «Орлан»? Как относитесь к команде? Да, отношусь ко всем остальным командам. Но в этом сезоне они хороший состав подобрали. Ну, будет интересно с ними сыграть. Думаю, и в плов можем пересечься. И вот скоро опять игры будут. Ну, хороший соперник. Андрей Альшевский – это настоящий труфанат «Вертыша». Я не знаю, он на каждой игре здесь. И просто всей душой болеет за команду. Задает такой вопрос. Как тебе болельщики в Павлодаре? И второй вопрос. Твои ощущения от того, что ты был лучшим игроком месяца признан? Ну, болельщики хорошие. Тут болеют неплохо. Даже когда мы проиграли ШКО 2-8, на следующий матч все равно пришли, болели, поддерживали. Ну, и в том матче даже не стали уходить. Хотя бывает, когда в командах плохо играют, уходят и домой, убежают. Ну, а насчет лучшего игрока, конечно, приятно. Ну, уважают мои достижения. Спасибо. Роман Логинов очень у нас такой оригинал настоящий. У нас этот вопрос. Не мог ли ты подсказать номер своей кредитной карты в личку, пожалуйста? А у меня нету, я только завтра пойду делать. Так что не могу ей ничем помочь. То есть ты без каких-то карточек, как ты зарплату получил? Ну, наличкой получал. Здесь, в кассе РТШ, да? Да. А время, вот когда ты за ней приходишь? А все, теперь так не будет уже. Завтра, когда карточкой пойду. Понятно. Ну, солидная хоть сумма там в контракте? Ну, бывало и больше, но так нормально. В Борисе бывало больше? Ну, конечно. Во сколько раз больше? Нормально. Ты здесь, Михаил, занимался гоп-стопом. И вот расскажи, вообще, может быть, в школе, я не знаю, в юности было ли когда-нибудь такое у тебя? Да нет, конечно. Я спокойный. Первый ни до кого не полезу, так что зачем мне это? Ну, а до тебя, может быть, я не знаю, в школе кто-то там забирал мелочи там? Да нет, такого особо не было. А в какой школе ты учился? Расскажи немного вообще о школьной своей жизни. Ну, в школе в Усть-Кемногорске я учился. Первые три класса ходил в обычную школу, называй, номер. Да и без проблем. Ну, в 28-ю школу ходил, первые три класса. Потом нас собрали, спортивный класс сделали, хоккейный. Илона Добровольска интересуется. Миша, как тебе повладать? Ну, уютный, хороший город. Примерно как у Скемногорска. Так что нормально. Бывало и лучше, да? Нет, ничего плохого сказать не могу. Нормальный город. Яна Веслагузова интересуется, почему ты играешь именно под этим номером? Ну, когда сюда перевели меня, дали выбор. Там было номер, ну, номер в пять, может. Ну, я взял где второй, это год моего рождения. Ну, и я выступал под ним один раз в сборной Казахстана. Ну, и вот решил его взять. Также, Яна, интересуется, как ты вообще пришел в хоккей? Ну, в хоккей родители меня привели. Вначале лет в пять привели, поставили. Я ничего не понял. Меня решили, ну, убрать. Привели через год, и вроде мне понравилось. Ну, и все, пошло, поехало. Ну, я доволен, как все сложилось. Один из тоже активных болельщиков РТШа, Тимур Алиев, интересуется. Миша, как тебе нынешний тренер Лубина? Ну, хороший тренер. Отдается весь работе. Все там, смотрит всякие видео, потом нам показывает. Ну, команды разбираем. Ну, не все, конечно, но когда вот такие принципиальные игры, ну, разбираемся, тактики, раскаты, закаты. Также видно, что Тимур следит за твоей карьерой и спрашивает следующий вопрос. Почему у тебя в Барысе все-таки не заладилось? Ведь ты был на очень хорошем счету в КХЛ. Ну, я не знаю. Ну, на хорошем счету я был как лимитчик. Неплохо выглядел. Потом первый год уже, ну, как-то никто не давал мне спокойно попадать в состав. Ну, старался. Вроде получалось, а потом травму получил. Может, из-за этого, может, требования снизил. Анастасия Энджел интересуется, за какой клуб ты болеешь, кроме своего? Ну, не знаю, наверное, за который я и выступал. Ну, переживаю. Сейчас за Барыс, ну, за Номат тоже переживаю. Болельца, которая очень хорошо разбирается в матчасти, вообще хоккея, и очень болеет за Иртыш, Дарья Литвинова интересуется. Как ты любишь проводить свободное время, если у тебя хобби? Ну, хобби, не знаю. Ну, в последнее время я в PlayStation играю, потому что особо делать нечего. Ну, друзья все по разным городам. Девушка тоже сейчас в Астане. Ну, все, так потренировался и особо дома отдыхаю. Ну, все. А какую книгу ты прочел последнюю? Ну, наверное, когда получил травму, в больнице лежал, мне Никита Михайлович принес книгу в Шерлока Холмса. Ну, вот ее и прочитал. С намеком Никита Михайлович, я думаю. Да нет, просто он, когда после операции ему тоже ее принесли, и он мне ее принес. Как бы передал эстафету. Очень милая традиция. Есть ли хоккеист, которого ты считаешь своим кумиром? Не, ну, кумира, думаю, так нет. Ну, так можно каждого что-то подчеркнуть. Ну, а кумиров нет, думаю, нет. Даже Артем Бурделев не кумир. Да нет, мы же вместе играем. Девушка, не знаю, как я в вопрос сюда попал. Видно, наш админ не фильтрует ничего. Карина Морозова интересуется. Кто привел тебя в хоккей? И почему, а, рад ли ты, что связался в жизни с хоккеем? Ну, я же отвечал на это просто уже. Алихан Ануарбеков спрашивается, любишь ли ты футбол, за кого болеешь? Да, футбол люблю. И смотреть, играть, болею за Челс. За Челс? Да. Ну, и когда вот сейчас Астана попала в Лигу Чемпионов, ну, ходил, и, ну, когда они еще не попали в групповой этап, и когда уже вышли, когда была возможность, ходил. Как ты считаешь, Челси, вот они все-таки сплавили своего тренера Мауриню? Вот видно же было? Не знаю, ну, может быть, какие-то игроки делали. Следующий вопрос. Максим Макеев, какое мнение у тебя об игроках РТШ в целом? И как тебе фан-клуб? Вот фан-клуб, который в форме, ты знаешь. Ну, фан-клуб хороший, ничего против не могу сказать. Когда голы забиваем или фамилии кричат, очень приятно. Ну, какой самый безрассудный поступок в жизни, который ты совершил? Ну, я даже не знаю. Ну, особо я рассудительный человек, так что так их особо не делал. Но если даже и делал, то говорить я сейчас не буду у них. Олжас Мусин спрашивает тебя, играешь ли ты на плойке четвертой в НХЛ или в ФИФУ. Ну, ты уже ответил, что играешь в ФИФУ, да? Ну, есть и ФИФА, и НХЛ, но в НХЛ я слабый. Ну, в ФИФУ, думаю, хорошо играю. Алиханова Нарбеков интересуется, есть ли у тебя девушка. Расскажи немного о ней. Да, есть, она сейчас в Астане. Ну, уже давно встречаемся, три года. Ну, пока сейчас она работает, решили не переезжать сюда. Потому что я надеюсь, что я временно здесь. Ну, в следующем сезоне уже решим. Данил Качура интересуется, как тебе судьи? Очень много вопросов к судьям. Что ты скажешь? Ну, с судьями, конечно, разные варианты. Ну, плохого тоже про них не буду говорить. Каждый может ошибиться. Твой первый день в РТШ. С кем первым ты познакомился? Кто стал твоим другом в первый же день? Не, ну, я знал, тут много человек. С Усть-Каменогорска много игроков. Так что, то, что так, друзей. Но когда я только пришел, я, получается, с утра очень рано прилетел. И пришел в раздевалку, и там Петя Фабуш только был. Лучший легионер вообще в истории чемпионата Казахстана. То есть, ну, или хотя бы за этот период, когда ты играл. Ой, я даже не знаю. Ну, я... Ну, кто там был? Ярик Риндео, наверное. Он голов много забивал. Александр Чемоданов спрашивает. Привет, Михаил. На твой взгляд, в чем более всего нуждается наш чемпионат? И каким бы ты его хотел увидеть через 5-7 лет? Ну, тяжелый вопрос. Ну, почти все нюансы надо улучшать. Алина Сейман, надеюсь, я правильно прочитал, спрашивает. Когда будут, наконец-то, фан-встречи? Это тоже не ко мне вопрос. Это у руководства надо спрашивать. Нас об этом никто не оповещал. Очень-очень крутой вопрос от нашего постоянного зрителя, болельщика клуба «Орлан». Его зовут Нуржан. Он спрашивает. Он знает, следит за статистикой. Ты занимаешься четвертое место в списке бомбардиров. Твой коллега по звену Брюдлев занимает второе место. Соревнуетесь ли вы? Есть ли между вами вот это противостояние? Ну, не знаю даже. Все равно мы, если забиваем голы, то мы отдаем друг другу. Так что соревноваться, думаю, нет. Когда играешь вместе, зачем это надо? Потому что меньше голов будет, меньше очков. Подскажи, где можно скачать фильм легально, хорошо? Так что в качестве нигде. Так что не буду говорить. Но так на Косторке, конечно. Нельзя, да, так как говорится? Я Михаил Рахманов. Приходите на матчика Астанской лиги. Тут все очень интересно. Команды бьются. Все ради болельщиков. Всем пиз. Всем пиз. Команды бьются. Облет, головой облет. Лед, головой облет. Я плыл по течению, бился облет. Головой облет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова